Добрый день, уважаемые коллеги! Еще раз я вас приветствую. Тема доклада связана с тем, что когда я участвовала в этой программе по модернизации образования под гидой САФУ, то один из основополагающих документов — это был профессиональный стандарт педагога, то есть то, на что мы, собственно, должны ориентироваться. Ну и буквально несколько слов я хочу сказать. Что это за документ? Документов сейчас, конечно, появилось очень и очень много. Когда я начинала свою работу в высшей школе в 1931 году, у нас на кафедре был один шкаф, сейчас у нас пять шкафов, их места не хватает, одни только те в ГОСы, которые каждый год обновляются. И вот еще один документ. Что он нам дает? Ну, во-первых, для чего разработан еще один регламентирующий документ? У нас вся система образования, она существует по закону государства. Общее образование, профессиональное образование. Основной заказчик — это государство. Ну и государство выступает не только заказчиком, но и системой управления. И поэтому, естественно, со стороны государства вот эти поступают все документы, регламентирующие все процессы образования на различных уровнях. То есть новый документ, вот этот вот профессиональный стандарт педагога, он, с одной стороны, безусловно, должен коррелировать с образовательными стандартами, с федеральными образовательными стандартами. И, собственно, корреляция там есть. Я сравнивала для себя где-то, ну, процентов 70, наверное, корреляция 0,7. То есть корреляция, безусловно, есть. То, что заявлено в профессиональных стандартах, оно находит отражение. Ну, понимаете, вот действительно находит отражение. Потому что тут правильно говорят, что вот эти компетенции, они должны как бы свободно интерпретироваться. То есть это почти как художественное слово, которое, может быть, каждый понимает по-своему. Насколько это правильно или неправильно, тут трудно сказать. И вот так вот, как говорят, перевести, и все будет здорово. Я бы не согласилась, потому что у нас все-таки менталитет разный. Даже вот по документам, вот этим методическим документам, если сравнить. То есть сравнить по документам, ну, вот я имею в виду англоязычные документы и наши русские документы, вот методика изложения. Все, наверное, видели какие-то методические разработки. Там четко, ясно, шаг за шагом, вот это сделай, это сделай, это сделай. У нас так не принято писать, у нас другой менталитет, другой подход. Но, безусловно, конечно, ориентироваться на более четкие какие-то описания вот этих компетенций, безусловно, надо. Итак, что я выделила, когда думала про то, откуда же взялись вот эти вот профессиональные стандарты педагога. Это не просто документ, который сел или там написали группа людей, ну, 3-5 человек. Это документ такого обобщающего характера. И документ, который имеет хороший, в общем-то, фундамент. Фундамент я разделила вот на три уровня. Это первый уровень, это научный, я его назвала. Но как человек, относящий себя к научной сфере, особенно вот в начале, когда я еще только-только училась в аспирантуре, мне всегда было интересно, а вот для чего такое количество диссертаций? Теории, где они вообще применяются, для кого это все пишется? Неужели это вот все вот такой пустой выхлоп? Чтобы человек получил степень и повыше зарплату? Вот у меня в аспирантуре такие терзания были. Нет, со временем я поняла, выхлоп — это не пустой. То есть вот основные такие глобальные, какие-то теоретические разработки, они находят применение в практике. Вот, например, выделено личностно-ориентированное обучение, развивающее. Вот сейчас много говорят об инклюзивном образовании. То есть вот это вот концепции, но это на уровне, конечно, даже не уровня докторских, а может быть доктора активно своей идеей продвигающего. Вот эти идеи, они находят место и в документах, находят место и в практике работы учителей и преподавателей. Ну, конечно, учителей. То есть вот этот профессиональный стандарт педагога, он не какой-то воздушный шарик, который построен, ну, вот на доле там и полетел. Нет, это документ, который опирается на современные концепции в научной педагогике. Следующий уровень я назвала методический, потому что то, что в диссертациях, то, что в каких-то статьях научных и так далее, оно до школы очень плохо доходит, почти не доходит. До школы доходят непосредственные научные разработки. То есть вот как бы преобразование в удобоваримый для учителя форме. То есть учитель берет и уже как бы этим пользуется. Естественно, не все учителя, как правило, это прежде всего начинающие учителя, учителя более опытные, учителя со стажем, учителя творческие. Они интерпретируют это все по-своему, создают какие-то собственные инновационные методики, но это все равно уровень методики. Это не какие-то новые глобальные концепции, подходы. Это то, что как бы заложено в теоретическом таком направлении, оно интерпретировано в детализированном виде в методических рекомендациях и уже используется в школе. Так, опять не туда. И вот этот уровень, аттестационный уровень, на который, собственно, и ориентирован профессиональный стандарт педагога. Профессиональный стандарт педагога, он носит такой рекомендательный характер, потому что непосредственно аттестациями, ну, я думаю, это все знают, понимают, занимаются субъекты Российской Федерации с конкретными требованиями, вплоть до количества работ, вплоть до количества победителей на Олимпиадах, научных статей учителя должно быть и так далее. Все это прописано в аттестационных критериях отдельно, в каждом субъекте Российской Федерации, и они не совпадают полностью, 100%. Я активно много занимаюсь дистанционными конкурсами и являюсь основоположником международного конкурса «Инфознайка». Может быть, слышали, видели, но я тут учителя не вижу, потому что, когда я выступаю в учительской аудитории, вот отклик есть. И то, что вот учителя знают наши конкурсы, и, соответственно, я работаю с учителями, меня вот поэтому, в общем-то, все эти проблемы очень волнуют и интересуют. Потому что, возвращаясь к аттестационным критериям, где-то учитывают эти победители или участников вот этих конкурсов, где-то категорически не учитывают, то есть разные критерии. Но общий вектор аттестации — это задает профессиональный стандарт педагога. В самом начале записано, в стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Я думаю, что много сегодня говорилось именно об этом, о том, что любой житель информационного общества, а мы все жители информационного общества, мы обязаны, чтобы выжить, просто чтобы выжить, мы должны уметь учиться. Мы должны не просто информацию впитывать, мы должны уметь ее перерабатывать, мы ее должны отвергать, мы должны что-то новое узнавать. Только в этом плане учитель может иметь право учить кого-то. Тут еще парадокс ведь такой получается, то, что мы, учителя, как говорится, эмигранты в информационном обществе, должны учить аборигенов, тех, кто родился в информационном обществе, то есть вот такая парадоксальная ситуация. И для того, чтобы быть действительно интересным, актуальным и учить тому, что требуется, безусловно, надо постоянно учиться. Постоянно. Я как профессор-конфессор информатики особенно, конечно, вижу это на примере информатики. Очень стремительно развивающаяся наука. То есть тут просто пятилетние знания в области информационных технологий уже считаются старыми. Появляются новые приложения, появляются новые технологии, появляются новые подходы и так далее. То есть умение учиться — это очень и очень важно. И очень хорошо, что именно с этого начинаются профессиональные стандарты педагога. Предметные компетенции. Предметные компетенции, они, безусловно, не перечислены детально, только по математике и русскому языку. Но есть требования. Требования работы с одаренными учащимися в условиях реализации программ инклюзивного образования, с учащимися, имеющими проблемы в развитии, с девиантными, зависимыми, социально запущенными, социально уязвимыми, учащимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении. Отдельно выделены КТ-компетенции педагога, необходимые для работы в современной школе. Вот тут видите, да, какой разброс. Одной стороны — это одарённые дети, с другой стороны — это, ну, как говорится, особые дети. Очень сложная ситуация, очень сложные условия для работы педагога. Как из этого выйти? Ну, собственно, технология инклюзивного образования нам помогает, потому что если в классе есть особые дети, то это не просто ребёнок учится, у него есть наставник, у него есть психолог, там помогает. То есть с таким ребёнком работает целая группа людей, а учитель, он просто, учитывая возможности такого ребёнка, сообщает какие-то сведения по своему предмету. Вообще это действительно очень серьёзная проблема, потому что мы очень много, очень долго, ну, практически, наверное, весь период советской жизни нашей России игнорировали вот этих проблемных людей, детей. То есть, ну да, были, конечно, школы, были, конечно, какие-то закрытые учебные заведения, но, понимаете, когда тебя как бы игнорируют, это уже... То есть ребёнок сам по себе очень много проблем имеет, так его ещё и, собственно, демонстративно вот так вот отстраняет от коллектива. Это очень сложный вопрос, я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что действительно нельзя вот в общем сказать, вот надо делать так. С особыми детьми каждый случай индивидуален. Теперь про оценивание. Оценивание, которое тоже есть в профстандартах. Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить обратную связь с потребителями его деятельности. В качестве таких потребителей выступают сами учащиеся и их родители. Это соответствует требованиям национального стандарта системы менеджмента качества. То есть ориентация на потребителя — это мировая как бы тенденция. Но здесь я не совсем понимаю, почему нет как бы государства, потому что все-таки основной заказчик и потребитель — это государство. Государство обучает на уровне общего образования, подготовит к жизни в современном обществе. Государство обучает на уровне профессионального образования. Вот там еще родители, конечно, активно подключаются, если это платные студенты. Для воспроизводства рабочей силы. То есть все-таки я так думаю, что главный заказчик и потребитель — это государство. Но если говорить непосредственно про конкретного учителя, то вот это ближайшее окружение, да, конечно, это ученики, это родители. То есть угождать, естественно, родителям не имеет смысла, это неправильно. Угождать ученикам не имеет смысла, это неправильно. Но ориентироваться на их потребности безусловно надо. И еще раз повторю, потребности, способности, запросы бывают в одном классе очень и очень различные. Особенно если это сельская школа. Хорошо, если у нас в потоке, например, пять классов, и мы можем как-то их дифференцировать. То есть класс коррекции, класс одаренных детишек, ну и средний уровень ученики. Но это ведь не всегда и не везде так можно. Например, в малокомплектных школах там все учатся в одном классе. И учитель, вот, так скажем, самый низкооплачиваемый, что ли, в сельской школе, он должен быть сам высокопрофессиональным. То есть он должен уметь учить детей совершенно различных образовательных потребностей. Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится по результатам обучения, воспитания и развития учащихся. Производя такую комплексную оценку, необходимо учитывать уровни образования, склонности и способности детей, особенности их развития и реальные учебные возможности. Ну, собственно, о чем я уже говорила. В качестве критериев могут рассматриваться высокие учебные достижения и победы в олимпиадах разного уровня по отношению к отчащимся, имеющим особенности и ограниченные возможности. В качестве критериев успешной работы педагогами совместно с психологами могут рассматриваться интегративные показатели, свидетельствующие положительные динамики развития ребенка. Это имеется в виду, конечно, так называемые особые дети, которые, безусловно, на олимпиадах выступать не будут. То есть, если, например, учитель работает в коррекционном классе, безусловно, никаких олимпиадных побед там не может быть, это исключено. Но это дети, которые тоже движутся от незнания к знанию. И вот оценивается именно этот процесс движения от незнания к знанию. Для оценки этого процесса существует вот такая формула. Она активно используется за рубежом. То есть, профессиональный индекс высчитывается как разность между результатами, которые получились в конце, минус результаты, которые были в начале, и деленные на обучаемость учащихся. Понятно, что здесь зависит профессиональный индекс и от числителя, и от знаменателя. Чем больше числитель, тем больше сам индекс. Это очевидно. Но и вот эта обучаемость учащихся, она тоже влияет. То есть, чем ниже обучаемость, тем выше сам результат, вот этот профессиональный индекс. То есть, в общем-то, формула, которая позволяет оценивать учителя независимо от того, с какими детьми, то есть одаренными, или наоборот, коррекционные классы, или там особые дети, учитель работает. Чтобы учесть мнение родителей, вот существует... Ну, я говорила в разных субъектах федерации разные подходы, но вот один из подходов. То есть, качество учебного занятия учитывается с индексом 70%, но кроме того, еще учитывается мнение учащихся администрации, коллег, родителей. И вот самое интересное — самооценка педагога. Самооценка педагога — тоже достаточно интересный такой критерий, потому что нигде, вообще в педагогическом вузе практически нас этому не учат. У нас есть на практике самоанализ урока. Вот я сделал так, вот я сделал... То есть, ну, это просто самоанализ урока. А вот полностью самоанализ твоей деятельности. Сейчас появляется документ, маршруты профессиональной деятельности педагога. Но там тоже, в общем-то, на уровне достижений. Вот там победители приняли участие в такой конференции. То есть, какие-то факты, 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 факты. А вот то, что не пришпилишь к бумаге, как оценить? Ну, например, атмосферу в классе. Отношение... Вот сам... Насколько комфортен урок? Насколько дети с удовольствием идут на этот урок? Насколько дети... Ну, тут, правда, есть отношения учащихся. Но, то есть, комфортность самого урока, профессионализм в плане... Не в плане предметном, а в плане человеческом, так скажем, работы учителя. Это очень трудно измерить. И вот этот вот критерий, конечно, он хорош в этом плане. То есть, учитель сам может о себе завидеть. Но, опять-таки, не всякий учитель. Не каждый сможет о себе грамотно что-то сказать. И вот еще одна такая схема. Здесь еще появляются награды. То есть, это все то же самое, но плюс еще награды, которые тоже учитываются с индексом 10%. То есть, это уже фактически какие-то благодарности, грамоты и так далее. При аттестации учителя, конечно, очень-очень активно собирают все эти документы. Опять-таки, вот я как человек, который очень активно работает с учителем, с большим количеством учителей, я это точно знаю, потому что вот к нам обращаются. Ну, все, заключение. Профстандарт оставляет, вот что мне нравится. Опять цитата из профстандарта. Профессиональный стандарт педагога призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Ну, и вот мои мысли, что современный учитель должен соответствовать и требованиям времени, быть креативным, анализировать, обобщать, уметь организовывать учебно-воспитательный процесс. Причем учить детей разных и одаренных, и особых детей. И это все, в общем-то, в тех тяжелых условиях, в которых работает педагог, потому что если в классе 30 учеников, то это просто психологическая нагрузка. Спасибо. Спасибо.